На нас напали непонятяны! Видно их вот эти оранжевые. Пришельцами известный блогер Джастас Уолкер называет золотодобытчиков. Этой осенью рядом с селом Солонешное начали работу старатели из новосибирской компании «Артель Солнечная». Джастас Уолкер живет в Солонешинском районе 8 лет. Развивает свою фирму и уезжать не собирается. Как патриот своего места он возмущен, почему добыча золота вообще происходит. Приехали к нам в район перерывать весь район. Начиная там с села Медведково до самого Солонешное. Они перерывают все эти речки, просто разруют пополам район, просто перекопают все на свете. Ни трудоустройства для местных, ни какое там гадообразующее предприятие, никакой долгосрочный вклад. Известный как веселый молочник Джастас смеется и в этом ролике. Вот только смех нерадостный. Он боится, что золотодобытчики испортят условия жизни в районе, а природный туризм в таких условиях станет просто абсурдным. Добавим, что против этой деятельности выступает большинство населения Солонешинского района и руководство муниципалитета. Активисты и власти несколько лет бились за то, чтобы не допустить добычу золота в этом месте. Ранее, что их сдерживало, чтобы они не заходили, это наличие краснокнижных растений. Краснокнижные растения у нас вид здесь распространенный, то есть это самый кандык сибирский и второй это рябчик шахматный. Старателям удалось документально обойти эти ограничения. В результатах работы на реках люди уже ощущают. В речной воде жители видят маслянистые пятна. Животные обходят места золотодобычи, меняя пути миграции, что может сказаться на фауне района. Причем люди знают, чего опасаться. Добыча золота около села Топольная, компания Ануй, которую контролировали те же лица, что и артель Солнечную, по словам жителей, обернулась настоящей экологической катастрофой. От ландшафта остались марсианские впадины и высошенные для формальности саженцы сосны быстро засохли. 11 тысяч рублей, которые получил тогда местный бюджет от золотодобытчиков, не хватило на дополнительную рекультивацию. В этот раз, по словам главы района, поступлений не будет вообще. Сейчас люди добиваются того, чтобы официально признать загрязнение воды в результате работы старателей. А Джастас Уолкер призывает неравнодушных подписать петицию против золотодобычи. Помогите нам остановить этот, я еще раз подчеркиваю, законный беспредел. Анастасия Дороган, день с толком.